Волнение в обществе по поводу подорожания лекарственных препаратов заставили чиновников покинуть свои кабинеты и заглянуть в аптеки лично. На федеральном уровне ведется контроль за ценами производителей. Регион следит за торговой надбавкой. В муниципальной аптеке номер один на проспекте Ленина цены на препараты жизненно необходимые, максимально допустимые пределы розничной цены, не превышают. Подорожание отмечается у тех лекарств, которые в перечень жизненно важных не входят. Другая аптека по соседству, только уже частная, работает в формате аптека низких цен. Принцип этот на деле соблюдается. Цены на жизненно необходимые препараты не превышены. Ассортимент смотрели. Ассортимент и в той, и в другой аптеке из списка порядка 70%. Это допустимый ассортимент. И насколько удалось пообщаться с представителями аптечной сети, на сегодняшний день нет проблемы с поставкой каких-то лекарств. В целом ассортимент частной аптеки оказался по многим позициям дешевле, чем в муниципальной. Мы работаем в формате дискаунта. Минимальная наценка на препараты. И поэтому мы можем поддерживать такой низкий уровень цен. Наибольшим спросом в аптеках сейчас пользуются противовирусные препараты. Ассортимент их достаточно велик. Недостатка в разгар эпидемии нет. Но прежде чем отовариться, лучше все же сравнить ценники. Учреждения могут находиться по соседству и при этом существенно отличаться по ценовой политике. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.